Только вы сейчас не поймете, как он здесь? Он быстро, да? Говорящий телефон помогает Сергею ориентироваться в пространстве. Парень потерял зрение в 17 лет. Даже в полуметре от себя он видит только темные пятны и силуэты. Из-за такой проблемы Сергей редко ходит на выставки. Музей Арсенева посетил впервые. Я пришел сюда, потому что действительно выставка адаптирована для людей с проблемами зрения. Просто так в музей приходить, когда ничего нельзя потрогать, и все на большом расстоянии, это, вы сами понимаете, бесполезно и неинтересно. Для слепых и слабовидящих главный корпус музея Арсенева стал доступным с сегодняшнего дня. Инвалидам по зрению провели первую тестовую экскурсию. На пороге тактильная плитка, выставочных залах, голосовые устройства. А информационные таблички написаны шрифтом Брайля. В музее каждый зал для людей с проблемным зрением приспособлен по-разному. Например, здесь в зале этнографии, для того, чтобы люди смогли ознакомиться с экспозицией. Для них приготовили макет этих экспонатов, которые находятся за стеклом. Все предметы можно трогать и изучать. Проект так и называется «История в руках». Воплощать идею помогали представители общества слепых, то есть горожане делали для себя. Постепенно нашлись инструменты, нашлись возможности, и грант нам очень сильно помог в этом плане. Марина опиралась на российскую практику и опыт коллег за рубежом. За основу взяла принцип работы Дарвинского музея Москвы. Там, например, уже давно используют специальные приборы для увеличения и распознавания текста. Устройство, похоже на телефон, а применяют его как обычную лупу. Можно прочитать то, что здесь написано. Для тех, у кого световосприятие другое, то он может подобрать себе такой вариант, который видно. Доступную среду в музее Арсеньева планируют расширять. Проект для слепых только началом. В планах сделать подъемник и поручни для инвалидов-колясочников. Пока же таких лифтов нет ни в одном музее города. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на восьмом. Новости на восьмом.